Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская иерусимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря, «Идет за мною сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Евангелие от Луки. И, сойдясь с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей иудеи Иерусалима, и приморских мест, тирских и седонских, которые пришли послушать его исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие Духом, ибо ваше Царствие Божие! Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь! Блаженны плачущие ныне, ибо вас смеетесь! Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого! Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, и вовелика вам награда в небесах! Так поступали с пророками отцы и их... Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь! Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу «Деяния апостольских» Мы рассуждали о гневе. Ничто не препятствует говорить о том же и сегодня. Частое повторение может быть и сделает что-нибудь. Лекарство, имеющее силу исцелить рану, если не будет прилагаемо, часто испортит все. Не подумайте же, будто от внимания к вам мы часто говорим об одном и том же. Если бы мы не обращали внимания, то и не говорили бы. Но мы потому теперь говорим это, что надеемся принести вам великую пользу. О, если бы мы постоянно говорили об одном и том же. О, если бы у нас не было другого предмета разговоров, ни другой заботы, кроме того, как бы обуздать наши страсти. Не странно ли? Тогда как у царей, живущих в изобилии и такой чести, нет другого разговора ни за столом, ни в иное время, кроме того, как бы победить рабов. Для чего они и делают каждый день совещания, собирают военачальников и воинов, требуют податей и в гражданских делах считают необходимым иметь в виду эти два обстоятельства. Как бы победить врагов и устроить в мире своих. Мы не хотим даже во сне рассуждать о таких предметах. О том, как бы купить поле, как приобрести рабов и увеличить имущество, мы рассуждаем каждый день и не знаем сытости. А о наших, поистину, наших делах не хотим ни сами говорить, ни других говорящих о том слушать. О чем же, скажи мне, желаешь ты беседовать? Об обеде? Но об этом говорить свойственно поварам. О деньгах? Но это дело купцов и торговцев. О строениях? Но это архитекторов и домостроителей. О земле? Но это дело земледельцев. Наше же дело не иное какое, а то, как бы стяжать богатство для души. Потому да не будет вам противно наше слово, отчего никто не осуждает врача, постоянно рассуждающего о врачебном искусстве, ни других художников, рассуждающих о своих художествах. Если бы наши страсти были так укращены, что не нужно было бы и напоминать о них, то справедливо могли бы нас упрекать честолюбие и тщеславие. Впрочем, и тогда не могли бы. Если бы они и были укращены, и тогда нужно было бы говорить, чтобы не впасть в них снова. И врачи беседуют не только с больными, но и со здоровыми. Есть у них и книги такого содержания, чтобы одних исцелять от болезни, а другим сохранять здоровье. Так и нам, хотя бы мы и были здоровы, не следует уклоняться, но делать все, чтобы сохранить свое здоровье. Если же мы больны, то для нас вдвойне нужны эти беседы. Во-первых, чтобы исцелиться от болезни. Во-вторых, чтобы, исцелившись, не впасть в нее снова. Итак, мы будем беседовать ныне по способу врачебному, а не по такому, какой приличен в здоровом состоянии. Каким же образом можно исторгнуть эту злую страсть? Как утолить эту сильную горячку? Посмотрим, откуда она произошла, и уничтожим причину. Откуда же она обыкновенно происходит? От надменности и великой гордости. Уничтожим эту причину, и вместе уничтожится болезнь. А что такое надменность? Откуда она происходит? Может быть, мы находимся в опасности найти еще другое начало. Таким образом, какую причину укажет нам слово, на ту и устремимся, чтобы исторнуть зло в основании и с корнем. Откуда же надменность? От того, что мы не испытуем себя самих. О свойствах земли, хотя мы и не земледельцы, стараемся узнать. О тех же свойствах растений, о свойствах золота, хотя мы и не торговцы. Об одеждах и обо всем. А относительно нас самих и нашей природы не стараемся этого делать. Но кто же, скажешь, не знает собственной природы? Многие, и может быть все, кроме немногих. Если угодно, отсюда я и начну облечение. Скажи мне, что такое человек? Если кого спросить, чем он отличается от бессловесных, как он сроден существам небесным, что может сделаться из человека, мог ли он отвечать правильно? Не думаю. Как о какой-нибудь вещи, так и о человеке можно сказать. Человек есть существо, но он может сделаться и ангелом, и зверем. Не странными ли кажутся вам эти слова? Но вы часто слышали и в Писаниях. Там о некоторых людях говорится, что ангел Господа есть. И законно говорит, ищут от уст его. Малахия 2.7 И еще. Посылаю ангела моего пред лицем. Малахия 3.1 А некоторых же, что они змеи, порождение Ехиднины. Матфея 12.34 Так. По собственному настроению он может быть всем. И ангелом, и человеком. Что я говорю ангелом? И сыном Божиим. Я сказал, говорит Писание, вы боги, и сыны Всевышнего все вы. Салом 81.6 А еще важнее то, что он сам имеет власть делаться и Богом, и ангелом, и сыном Божиим. Человек даже созидает ангела. Может быть, вас изумляют эти слова? Но послушайте, что говорит Христос. Воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Матфея 22.30 И еще. Кто может вместить, да вместит. Матфея 19.12 Вообще, ангелами делает добродетель. А добродетель в нашей власти. Следовательно, мы можем созидать ангелов, если не по естеству, то по произволению. Без добродетеля нет никакой пользы быть ангелом по естеству. Это доказывает дьявол, бывший прежде таким. А с нею нет никакого вреда быть человеком по естеству. Это доказывает Иоанн, бывший человеком, и Илья, вошедший на небо, и все имеющие отойти туда. Им и тело не воспрепятствовало обитать на небе. А те, будучи бестелесными, не могли остаться на небе. Потому пусть никто не скорбит и не жалуется на свою природу, как бы она препятствовала, но на свое произволение. Тот лев сделался из бестелесного. Все, говорит апостол, противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5.8 2 Петра 6.8 2 Петра 6.8 Да будет же, да будет нас это желание, чтобы нам совершить свой подвиг, высылать славу Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.